Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет пицца приготовления моей мамы. Рецепт вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Вот так вот выглядит пицца. Обалденная! Просто на тонком тесте. Мама еще хочет еще раз приготовить рецепт, но уже на толстом тесте. Как вкусно! Не уверена, что все смогу съесть. Так как пицца большая, не буду себя заставлять просто съем столько, сколько захочу. Сегодня просто комедия, ребята. Мамочка приготовила пиццу, и она стынет. А я не сделала еще макияж. И мама стоит прямо у меня на душе, говорит, давай быстрее, она стынет. Потом она будет в видео некрасивое. Все напишут, вот невкусная пицца, как плохо получилось. Я говорю, мама, успокойся. Они все равно это не напишут. Немного она подостыла. Но давайте поддержим мою маму. Перейдем по ссылке и напишите, что это хорошее моей маме. Что вам очень понравилась эта пицца, что она просто бомба. Пусть обрадуется. Позавчера я заметила на своем YouTube-канале, что у меня очень хорошо подскочили просмотры. То есть просмотров стало намного больше. Я не знаю, с чем это связано. Вроде сейчас не январь. Не очень хороший месяц. В том плане, что все пошли в школу. Всем как-то некогда смотреть YouTube. Или на работу пошли. Но у меня резко как-то подскочили просмотры. Я захожу в комнату, где мама. Мама вытирает стол. Я говорю маме, мам, просмотры на YouTube резко увеличились. Вы бы видели выражение лица моей мамы. Она так поворачивается ко мне. У меня? Я говорю, нет, мам, у меня. И она такая, ммм. И начинает продолжать стол вытирать. Такое выражение лица. У меня нет. Даже края вкусные. Обычно у Доминос или у Папа Джонс эти края я не кушаю. Очень легко готовится. Мы готовили на две пиццы. Другую пиццу там в соседней комнате на кухне уже хомячат. А я пока что эту. Но вы можете сделать так. Там рецепт на две пиццы. Вы можете одну приготовить, а тесто для второй оставить. Например, для следующего раза в холодильнике спокойно. На следующий день можете приготовить вторую пиццу. Или через день. Обожаю скобасу. Одна из моих подписчиц, кстати, писала под каждым видео. Я, правда, уже не смогла найти комментарий. Хотя я и искала. Передаю тебе огромный привет. Потому что, наверное, на протяжении уже где-то недели под каждым видео эта девчонка писала, что когда будет пицца, когда будет пицца. Обалденная просто пицца. Я предлагала приготовить маме немножко по-другому. Как я обычно готовлю пиццу. Но мама сказала, это мой канал, дорогая. Свою пиццу готовь на своем канале. Можно такое видео снять, как я иду за покупками. Потом иду домой, снимаю, как я это все дело готовлю. А потом в конце мук-панк. И давайте вернемся к вопросам, которые вы задали мне в инстаграме. Что я несу в каком инстаграме. Я захожу под последнее видео. Последнее видео в данном случае это вот хингали. И здесь смотрю, какие вопросы больше всего залайканы. Если вопросы залайканы, это значит, что всем интересно. Почему бы не ответить? На ее вопросе 126 лайков. Зовут ее Юлия Земска. Юлия Никоти, огромный привет. И вопрос ее звучит так. Айка, когда будет стрим? Мне один мой знакомый сказал, что стримы, они немножко отталкивают аудиторию. Не знаю, насколько это правда. Но напишите в комментариях. Вот если блогер очень часто делает стримы, это вас отталкивает? Вот именно тема с донатами, чтобы блогеру там кидали деньги и все такое. Я думаю, даже если сделать стрим, сделать без донатов, чтобы мне деньги кидали. То есть мне это не нужно. Просто стрим сделать. Один раз пыталась, не получилось. Но в принципе, знаете, в интернете вся информация есть. Если сесть и все это начать делать, как бы, этим нужно заняться, то получится. Обязательно напишите в комментариях. Вот вас отталкивает это, когда блогер слишком часто делает стримы. Пока что в ближайший, наверное, месяц в планах нет. Мне это сказал именно программист, который настраивал этот стрим. Он сказал, что ты можешь сделать прямой эфир в Инстаграме, например. Покушать там. И без всяких этих донатов. Такая пицца. Конечно, никогда не говорили никогда. Может быть, сейчас я так говорю, а потом когда-нибудь сделаю стрим. Все может быть, но... Ближайшее время в планах нет. На ее коменте 126 лайков. Неужели всем интересно? Мне кажется, так очень честно. Люди задают вопросы, а потом другие люди лайкают эти вопросы, если вам они интересны. И получается, что я отвечаю на вопрос, который максимально всем интересен. Я думаю, что это очень честно. Следующий вопрос Александра Вигукова. Если я правильно читаю. Сашенька, если неправильно, извиняюсь. И вопрос звучит так. Я просто в шоке, ты так много кушаешь, не в обиду, это комплимент, но остаешься худой. В чем секрет? Ты спортом занимаешься? Залайкайте, кому интересно. На этот вопрос я уже отвечала. Спортом я особо никому не занимаюсь. Я просто спускаюсь по лестнице и поднимаюсь. Вот и весь спорт у меня. Каждое утро причем. Я одно время очень сильно поправилась. Это просто знаете, с чем связано. Я просто брала конфеты с мармеладом, конфеты с желе и просто целый килограмм кушала с одним стаканом чая. И смотрела параллельно Дом 2. Обожала. И вот целый мой день проходил вот так вот. Где-то были каникулы, по-моему, класс, наверное, десятые. И чтобы мне набрать лишние килограммы, мне просто надо, наверное, просто скушать 4 торта, 5-7 пицц. Вот тогда я поправлюсь. И тогда, когда я поправилась, у меня были прям жуткие комплексы. Меня раздражала моя фигура. Мне не нравились мои бока. Хотя я не была супер толстой. Я была максимум, наверное, 64 килограмма. Я считаю, что это немного. Я продолжала кушать и каждый раз себе говорила, вот с завтрашнего дня я на диете. Каждый раз оно и то же. А потом, в какой-то день, я себе сказала, стоп, так больше продолжаться не может. И знаете, когда я себе сказала, стоп, когда мой брат очень сильно меня обозвал, ну как очень сильно, он просто шутканул, но эта шутка настолько меня задела. И может быть, может быть, я ем так много из-за того, что мой организм привык вот в те годы так много есть. Я знаю, что вы все равно будете спрашивать, как твой брат на тобой прикольнулся. Поэтому лучше скажу. Время было где-то 12. Я очень любила себе тушенку. Тушенку? Тушенку с говядиной. Время уже 12, если я готовлю тушенку. Сидит на кухне мой брат, моя мама. Мама ничего не сказала. Барс такой говорит, сколько можно, говорит, жрать. Интересное, говорит, зрелище. Корова ест корову. Мне так обидно стало. Я прям начала плакать, оставила эту тушенку. Там пошла в свою комнату и начала рыдать. И вот в тот день я сама себе сказала, что все, так больше продолжаться не можно. Я решила, что в завтрашнем у меня я сажусь на диету. Моя диета заключалась в том, что я кушала где-то до трех, но только то, что я хочу. Потому что до этого я пробовала гречку. Ну, не хочется гречку, понимаете? Ну, не вкусно. Ну, как ее кушать? И вы знаете, я очень здорово похудела. И за очень короткий промежуток времени я вам так худеть не советую, потому что тело становится не такое, как раньше, знаете. Резкое похудение, оно плохо влияет вообще на состояние кожи. То есть кожа становится, знаете, такая рыхлая, как у бабушки. Сейчас оно уже восстановилось, никаких проблем нет. Но все равно я не советую так резко худеть. Лучше похудение займет три месяца. Четыре. Но зато не будет никаких проблем. А еще... Мне всегда все говорили, что вот, ты похудеешь без спорта, но берешь еще в два раза больше. Ничего подобного, ребята. Прошло уже, наверное, года четыре. Или что, даже больше. Я не набрала ничего. Я не спорю, да, лучше, конечно, худеть со спортом. Спорт это здоровье и все такое. Но если не получается, чем жить в комплексе? Ведь есть люди, они полные и они любят себя. Есть одна женщина мукбанки снимает. Ну, не совсем мукбанки, она так. Мне что-то сначала понравилось. Потом, смотрю, матом ругается вообще. Себя как-то не уважает. Выключила и забыла про этот канал. Ну, в общем, есть люди, которые счастливы от того, что... От того, что они полные. Им все нравится, они счастливы. Есть люди, которые худеют. А есть, кто любит себя, такой, какая она есть. Это круто. Вот так вот. Рецепт пиццы в инфобоксе. Закреплена еще в комментариях. Обязательно заходите и смотрите. Следующий вопрос. На нем 82 лайка. Какой национальности твой парень? Он не итальянец, как многие думают. Нет, он асербайджанец. Он просто поехал учиться в эту страну. Айка, вопрос для видео. Когда будешь снимать видео с кутабами? С кутабами даже не знаю, если честно. Пока что не планирую. И еще вот один вопрос от моей зрительницы. Не могу сейчас его найти. Вот 15 лайков. Этот человек смотрит мой канал очень-очень давно. Поэтому я просто не могу не ответить на этот вопрос. Как одна из старейших твоего канала? Прошу твоей мамы приготовить афара-рисгинский хинькал с вареным мясом и кислым соусом. Кстати, вот алуку мама готовила. Я даже мукбанка снимала. Поэтому алуку можно, в принципе. Вообще побольше лисгинской кухни. Хинькал еще есть лисгинский. Он с мясом. Его, кстати, можно приготовить. Мне вообще очень приятно, когда пишут комментарии люди, которые очень давно на моем канале. Вот эта зрительница, я даже не знаю, как ее зовут. Она прям с самого начала со мной. Я почему это помню по аватарке. Я сама тоже такой человек. Если я начинаю смотреть блогера, я не меняю свои вкусы. То есть, если я ее смотрю, мне прям интересно, как вот ее жизнь идет. То есть, нет такого, что я посмотрела два видео этого блогера, три видео того блогера. И все. Я вам говорила, что я смотрю одного блогера. Она женщина, ей 45 лет. Она живет в провинции. Нет, не 45. Наверное, 35 лет. Она живет в провинции. Снимает, знаете, очень просто, без монтажа. Показывает свою простую жизнь. Даже иногда, знаете, что показывает? Она показывает дырки на потолке. У них в крыше. В крыше, правильно? Ну, в общем, там дырки. И вода капает. И капает на крышу, а потом и в дом. И, в общем, она все это показывает. Мне настолько это нравится. То есть, это человеческая простота. И как вы думаете, люди, что ей пишут люди? Пишут гадости. Что ж ты говоришь? Столько косметики покупаешь, а крышу не можешь заделать. Ребята, какая вам разница там? Это ее личный выбор. Я не понимаю людей, которые чисто сидят и строчат какие-то гадости. У этого блогера, наверное, 50 палеток теней. И вот, например, ремонт они делают не в состоянии, как она говорит. То есть, нету средств. Но средства есть, чтобы купить тени. С одной стороны, логично, что люди так пишут. И можно людей тоже понять. Это ее личный выбор. И я не имею права ее осуждать. Я просто смотрю, наслаждаюсь. Хоть она старше меня, старше намного. Вот если Пушман брать, да? Ну, почти ровесница. Когда она в школе училась, и я в школе училась. Поэтому мне было интересно ее смотреть. Сейчас у нее другие интересы. Например, она повзрослела. Я тоже повзрослела. Вкусняши, ребята. Пару дней назад в ТикТоке увидела видео, где вырезают моменты из моего видео. Блин, ребята, так смешно. Прикалываются надо мной, да? Это то же самое, как вилкой в глаз. Кто-нибудь знает про этот канал? В общем, там тоже издеваются над блогерами. Смешно, реально. Меня это ни капельки не обижает. Наоборот, как-то прикольно. Я выставила свой инстаграм. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в инфобоксе. Также обязательно переходите и смотрите рецепт этой замечательной пиццы. Если вам не трудно, напишите что-то хорошее моей мамочке. Я уверена, что она будет безумно рада. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока.